Президентом США нужно быть Маргаритой Дробяцко и Дмитрием Миллером и усердно тренироваться всю неделю. Там движение такое есть в этом, ну, в этом танце, что ты раз и... Вот сейчас я тебе покажу. Ты вот так вот на неё садишь и потом... Ух ты, класс! А если я тебя поддержу, так не сделаешь? Вот можно, да. Да. Муки обычно у нас больше, меньше, а вот это как-то непростая такая, может быть, затрём по номеру, да? Да, такой темповой получается номерочек как-то. Стоять, стоять, стоять! Ой, стоять, стоять! Ой, стоять, стоять, стоять! Ид, безусловно, ну, очень известный. Исполнитель тоже очень известный и очень клёвый. Ну, вот мне нравится лично. Я считаю, что это после Эллиса Пресли номер один. Ну, он, на самом деле, родился уже, да? Уже проблема в том, чтобы его привести в чувства. То есть он родился такой весь страшненький. Синенький. Нельзя делать тройку без въезда, это будет все равно элемент. Нельзя стоять вот так и идти сразу в тройку, понимаешь? В любой элемент надо въехать, понимаешь? Даже если это очень быстро. Всё равно надо сначала поехать на ноге, а потом повернуться. Нельзя отсюда прямо вышарахивать свой элемент. Мне неудобно отсюда вкатывать, соединить ноги, потом сделать это. Я не успею. Слушай, ты не въезжаешь, я тебе говорю, даже сейчас, ты соединяешь ноги. Ой, извини, пожалуйста. Но всё равно ты вот отсюда делаешь вот так. Понимаешь, надо поехать на ноге, а потом делать тройку. Не бывает. Тройки ни с чего вообще. Несмотря на желание просто кататься, хочется, конечно, чтобы до чего-то докататься. До финала и войти в тройку сильнейших пар. А я бы вошла лучше в тройку любимых пар. А, в тройку любимых? В тройку любимых. На льду Маргарита Трабяско и Дмитрий Миллер! Александр Жулин, который готовил Риту и Диму к этому этапу, предложил ребятам композицию Майкла Джексона. Ну и позвольте мне напомнить вам, уважаемые телезрители, что это тоже лидеры предыдущего этапа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, просто здорово. Первый раз за время всех этапов шоу «Ледниковый период» этого сезона ребята исполнили такой танец, очень современный, модерновый. Ну и, конечно, сегодня было опровергнуто мнение, что Дмитрий Миллер не может выполнять высокие поддержки. Может, да еще какие. Вспомните начало композиции, как высоко и как долго он продержал там Риту, и сколько раз Рита меняла позу там наверху. Уж я не знаю, Татьяна Анатольевна, довольна или недовольна. Просто с моей точки зрения ребята заслужили. Самый высокий балл, потому что практически помарок в их танце сегодня не было. Ну уж посмотрим, будет ли жюри по-прежнему таким щедрым. Да, чуть-чуть болтал. Рормально, нормально. Ну, чуть-чуть болтануло пару раз. Не знаю, что это, наверное, груз оценок. Да, надо было распаковывать, да, немножко как-то держать. Да, можно открыть, все. Вот так все элементы тебе, Иван, все чисто сделали. Вот это вот единственное. Вот это вот. Ну, наконец-то начали судить. Михаил Ефимович, вы поставили, так же, как и Татьяна Анатольевна, две оценки 5-9. Что в этом танце было хуже, чем у предыдущих пар? Вы знаете, я должен отдать слова восхищения Маргарите, но мне кажется, что у них не случилось с Дмитрием соединения, даже ритмического, как мне представляется. Не потому, что она быстрее каталась, чем он только, но вот какого-то ритмического соединения не было. Это отразилось и на технике, потому что там были мелкие, но ошибки. И это отразилось, конечно, и на артистизме, с моей точки зрения. Я понимаю прекрасно, что мы не имеем права ставить меньше, чем 6-0, но все-таки, я думаю, в данном случае это справедливо. По отношению к тем, кто танцевал до них, вот скажем так. Татьяна Анатольевна, я не буду спрашивать, почему вы поставили 5-9. Я хочу узнать, что вам понравилось, Татьяна Анатольевна. Спасибо. Мне, во-первых, понравились очень новые элементы, исполненные ими в очень большом количестве. Новые элементы. Мне не понравилось сегодня мастерство. Но я сразу увидела, сразу, с первого шага, что ему не по себе. Он один из самых двигающихся людей, да? Он здорово танцует, и мне было этого мало. Мне даже жалко было, что не было еще хотя бы одной остановки в танце, где он бы мог пользоваться меньшей скоростью, но именно вытанцовывать то, что мы привыкли видеть от танцованном на самом высоком и выдающемся мировом уровне. И здесь получилась такая большая разница между тем, что мы видели, любим и знаем, и между тем, что мы видим. Мне очень жалко, но это правда, потому что я их очень люблю и ценю всегда очень высоко. Ну, вот так получилось. Судья решили быть немного построже и как-то дружно переборщили. Не согласны с таким результатом, а вы, ребят, Рит? Ну, честно говоря, я думаю, что просто предыдущие пары все катались так хорошо, судя по оценкам, что, наверное, на их фоне... Ну, мы наделали ошибок, и на их фоне, наверное, не смотрелись выигрышно. Ну, что делать? Ну, прошло раз были все 6-0, теперь вот так. Дим, ну, неужели тебе сегодня каталось некомфортно, как вот Татьяна Анатольевна подметила? Ну, было, да, ощущение такое, что я не уверенно себя чувствовал. Я согласен абсолютно с жюри и сам, ну, мне нечего добавить. Спасибо вам, ребят. Удачи. Удачи. Надеюсь, обойдется. Спасибо.